Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Операторы техосмотра снова высказали недовольство грядущими изменениями в этой сфере Напомню, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает подавляющее большинство автовладельцев проходить ТО только в двух случаях При смене владельца, если машине больше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию Понятное дело, операторы попросту боятся остаться без выручки Поэтому они предложили добавить еще парочку оснований Во-первых, это ДТП, что логично, ведь машина может получить скрытые повреждения, влияющие на безопасность И во-вторых, получение штрафа за неисправность, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена Ну, лампочка не горит, лысая резина и так далее Кроме того, ТОшники просят разрешить им увеличить стоимость своих услуг Вы очень любите свой автомобиль и жизнь, и без него не представляете И на работу на машине, и за покупками, и туда-сюда Что ж, начинайте готовить себя к мысли о том, что в ближайшие годы свои отношения с авто вам придется пересмотреть Где-то воспользоваться общественным транспортом, где-то пешком Эти идеи содержатся в транспортной стратегии России до 2035 года, информирует коммерсант Основной упор в документе делается на сокращение вредных выбросов Контроль за дорожным шумом, увеличение числа электромобилей и зарядных станций для них Звучит, конечно, все это расплывчато Будут ли в нашей стране запрещать неэкологичные автомобили О чем уже заявили власти некоторых государств, неясно Трасса 101 Lada Vesta в конце календарной осени сохранила звание самого покупаемого нового легкового автомобиля в России Модель, указанная на сайте предприятия, стоит сейчас минимум 836 тысяч рублей На второй строчке находится Lada Grand от 588 тысяч Замыкает стройку лидеров кроссовер Hyundai Creta, за который надо выложить минимум 1 миллион 240 тысяч Также в первой пятерке Kia Rio и Renault Duster В целом продажи новых легковушек в сравнении с ноябрем 2020 года упали на 20% Трасса 101 Пятилетние легковушки в этом году дорожают быстрее, чем трехлетние Эту особенность выявило агентство Автостад Наибольшим ростом цен среди авто, выпущенных в 2016-м отметились такие модели, как Kia Sportage, Ford Focus, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Renault Duster У трехлеток это Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Lada Vesta и Lada Granta В среднем с начала года цены на вторичном рынке выросли на 34% На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания Трасса 101